9 команд, около 200 участников в 8 видах спорта. В завершающий день соревнований команды ждут решающих исход спартакиада очков от женских команд по волейболу. Страсти кипят на трибунах, волнуются участницы. Они не профессионалы на спортивной арене, но годы тренировок дали ошеломляющие результаты. Такой игрой можно любоваться тренером и любителем волейбола. Мы сегодня принесли на наше мероприятие еще несколько направлений. Мы параллельно проводим конкурс патриотической песни, где наши 200 сотрудников, они там смотрят. И соответственно те 100, которые, они здесь у нас зрители. И получается вот 300 человек, которые занимаются одновременно, и конкурс патриотической песни участвует, и в спорте. И получается очень даже интересно. Общее командное место в спартакиаде Федеральной налоговой службы определяется по сумме очков участников во всех видах спорта. В лидеры с первых же дней соревнований вышли Северо-Западный федеральный округ, Сибирский и Южный округа. Нам приятно сообщить болельщикам-анапчанам, что на первое командное место в итоге вышел Южный федеральный округ, в состав которого входит Анапская налоговая служба. Волейболистки принесли команде ЮФО решающие победные очки, поднявшись в своем виде спорта на высшую ступень пьедестала почета. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа. Регион.